Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Я не видела никогда, этот букет прекрасен Я услышал, она флорист, то есть своя фирма, творческий человек Ну да, будет делать корзину фруктов Корзину фруктов, да, кстати Я даже не буду Василисой, чтобы на символе цветов рассказать, что вы действительно ищете мужчину вот такого сильного, такого брутального Вы его сможете окружить любовью и страстью Да, я уже к этому готова Да, не будете пробовать, а то где-то там напробовалась, а теперь к нам пришла выходить замуж Ну, напробовалась, но теперь как бы действительно хочется основательной, чтобы это было так уже все правильно Михаил, а вот когда дочка решила попробовать ремень, где у нас висел? Далеко Далеко Пока доставала, она уже попробовала и вернулась Нравится она прям, сейчас горит, горит, рада здесь присутствовать и рада с собой здесь быть Нет такого ощущения, Михаил, вот честно, что девочка привыкла с детства добиваться своего Вроде два с половиной года она положила на него и к концу шестого месяца третьего года она поняла, что ей не любят и в общем-то ей не нужен Но замуж нужно выйти, поставить, чтобы точка была за ней Нет, это было не совсем так Ну как, там и соперница Соперница была Да, образовалась на горизонте и нужно же было побороться Она изначально соперница была, но у меня были очень большие чувства, это мои первые отношения, это моя первая любовь, мой первый мужчина И как бы эти отношения, вот они должны были каким-то образом развиваться, я не могла из них уйти Но бывшая-то его была активна Как она там под окнами кричала вам Вика, скушай клубнику А ты выходи ко мне, милок, на часов Нет? Нет, к сожалению, это все было, но я как-то настолько была в этих отношениях, я настолько уважала своего мужчину, что для меня я скорее разводила просто руками и говорила Милый, ну как так можно, мы же с тобой вместе, ну почему, ну почему Он мне отвечал о том, что мы не можем взвешивать наши отношения и те отношения, потому что сроки совершенно разные А смешивать? Там 13 лет, а у нас, извините, всего А сколько ему лет было? 40 Интересно, какой-то печаток на меня отложил у тебя отношения с 40-летним мужчиной Ну опыт есть Да, то есть это, наверное, очень необычный какой-то такой И поесть приготовит, и, ну сам понимаешь, что Но вы приняли предложение от своего любимого, у вас все было прекрасно, вы его любили И вышли за него замуж через два с половиной года Мне поставили ультиматум Он? Он поставил ультиматум Либо женимся, либо мы расходимся Я не была готова к тому, чтобы разойтись У меня чувства были настолько сильны, что я не могла... Да, если вы его любили и замуж вас на вас позвал, тогда... Что за сомнения? Так сомнения, вот я, собственно, и пошла замуж Сходила туда замуж Не, я не понимаю Папка, выручайте Ну что делать? Она была влюбленная по уши По уши И выйти замуж за мужчину, в которую по уши влюблена, и который замуж зовет Это ли не счастье? У меня она ссоциируется такой принцессой Которую нужно ходить, леять, оберегать Что было в браке? Вот скажите Мне было очень с ним тяжело, потому что я человек очень мягкий И человек, который как бы вот заботится о нем, о мне, чтобы это было обоюдно А вот он из тех людей, которые ему нужно было вот продавить Найти эту точку и дойти до самой... просто до самого предела Понять, насколько может вытерпеть человек Ну в чем вас упрекал? Нет, нет, давайте конкретику, без слов, не понимаю Но это потом, когда уже отношения Когда уже отношения, что? Ну начались... А в чем хотел дожать? Что? Тирания началась? Да Что он требовал от вас невыполнимого? Невыполнимого ничего Он вел себя неуважительно Например, давайте примеры Взрослый, состоявшийся человек Он мог не прийти ночью Он мог выпить, он мог оскорбить Она девушка... Как оскорбить? За что? Просто это был момент общения у него такой А те два с половиной года перед свадьбой Этого не было близко Это все было То есть он вам говорил Молчи, женщина, твой день 8 марта Ну, почему-то да Ты моя жена Испытывал ее терпение Да он просто деспот какой-то Ладно, Вероника, вы его уже разлюбили в браке Устали Любовь прошла Я устала И предложили расстаться У нас была череда конфликтов И после этих конфликтов, как бы, это решение, оно легко вас отпустило? Он отпускал меня безумно тяжело Он мне не давал развод порядка года Хотя попросила я его, наверное, собрала вещи через три месяца Попросила развод через полгода Но не преследовал потом Преследовал очень Угрожал Да Хорошо, что ребенка не родили Единственное, что послушалась, что не завели детей Да, это молодец Ну, с другой стороны, это хорошо, что она однажды ошиблась И вот так То есть сейчас ее оградить, дать ей защиту И она будет благодарна, она будет любить, быть всегда рядом А вот вы когда, ну, сговор у вас происходил Он же взрослый, вы взрослый Я с ним общался по телефону только А что, вы не видели его? А как же дочь сокровище отдаете, а с зятем, будучи, по телефону разговариваете? Вы что, это экстраспект А какое вы сказали мне не свое? Не торопись Не надо торопиться То есть не твой, типа, дочь Ну, как это не торопиться? Она ведь два с половиной года с ним встречалась Если вы понимали, что Встречаться одно А замуж выходить за человека, которого ты за два с половиной года вычислила Что на себя представлять не обязательно Они вместе не жили Но тогда родители ставят заслон не только за мужество, но и встречам Нет, взрослой девице, которой за двадцать, нельзя сказать, не встречайся с ним Можно придумать что-нибудь Ребят, ну вы какую-то фигню, говорите, даже ты не знаешь, с кем твоя дочь встречается, когда ты здесь на работе Ну так, ну да, конечно Есть секреты, они не всегда все рассказывают Вот именно Но это зависит от того, как воспитываете Не обязаны дети нам рассказывать абсолютно все У всех есть тайны И у детей от родителей, и у родителей от детей В этом возрасте то, что она позвала папу вообще как друга Это значит, наверное, на самом деле папа является для нее другом И я думаю, что она прислушивается к его мнению Главное, чтобы у нас хороший шанс Кого хочется? Мне бы хотелось такого мужчину, с которым мое личное ощущение будет Мне хотелось бы расцвести как женщину Мне бы хотелось познать время счастливого материнства Мне бы хотелось ощутить эту заботу У меня огромный потенциал, который я хочу реализовать Именно в отношениях, именно к мужчине, в любви Мне этого очень хочется Очень хорошо, когда она говорит про мужчину Она прям визуализирует, заметила, да? У нее взгляд такой, она прям представляет того, кого она хочет Молодого, перспективного С хорошим заработком Человека, который целеустремлен А зачем вам мужчина с личностным ростом нужен? Чтобы у него были цели, чтобы человек мог себя реализовать Чтобы он зомбированный был Нет, мне лично хочется самой достичь определенных высот Мне хочется развиваться Какие конкретики, милая? Не растекайтесь Конкретика заключается Вот в чем ваше развитие? Вот вы делаете прекрасные экибаны Прекрасные составляющие букеты Вот моя мечта получить заграничную стажировку Безумно этого хочу Я хочу выйти на определенный уровень Не только в нашем городе Пожалуйста, спешитесь по интернету В Голландии Вы сами знаете, да? Сколько там этих институтов флористики Просто нужно что-то начинать делать А не мечтать Все иллюзии прошли уже Пора думать о семье и о внуке Вот папка реалист Молодец Вот молодец Умница Умница Ну тут сразу дети Понимаешь, да? Что сразу ответственный шаг Папа уже ждет Папа ждет внуков? Папа все ждет Ну мой дедушка тоже хочет стать прадедушкой Папа хочет стать дедушкой Так что в принципе они сойдутся Пока между собой Между собой пока подшаются Подождут А вы что по ночам-то не спите, милая моя? А ночь это такое прекрасное время для творческой любви Творчеству не посетят Незасходованные силы рос просто То есть вот не пахала она, как говоришь Не работала Да, конечно Сидит мечтательница Вероника Вы же дело еще и с земной луной Вы должны четко и конкретно себе представлять Залог счастья людей земной стихии Это держать в руках свое счастье Понимать, уметь его перечислить Нам гораздо проще с теми девушками Которые говорят Хочу невысокого роста, голубоглазого Обязательно брюнет Мы можем отговаривать или не отговаривать Но нам проще, когда человек представляет свой образ Вот я хотела водителя-дальнобойщика Чтоб на гармошке играл Был весь в сатуировках, в майке-алкоголичке Блондин улыбался бы с голубыми глазами И чтобы у него был сквозняк все время В его машине окна так открывались вручную Чтоб я сидела рядом И он бы меня в него заталит А я бы голову ему вот так на плечке И мы бы пели с ним Беловежская пуша Это в каком возрасте ты хотела? Вот до сих пор хочу Как игры немного похож Похож, конечно, абсолютно Вот все то же самое Тут вот заболела я, отравилась сильно, скорую вызывала, понимаешь? И поняла, кто мне теперь нравится Вот у тебя дальнобойщик, а мне врач Спасибо Да, вот в определенном возрасте понимаешь Пускай не надо кубиков, пусть знают Вероник, если бы выбирали еще трех качеств Что бы выбрали? Богатый, умный, известный, творческий или душевный? Душевный, богатый Нет, одно А два нельзя? Нет, нельзя Тогда хотя бы расставьте приоритеты, очередность Душевный, богатый, творческий И какие два пункта? Знаменитый и умный Умный, умный, я думаю, что можно куда-то даже поближе поставить Хорошо, дорогая А вы в свою очередь? Я могу предложить ему свою заботу Могу предложить ему Семейный уют Да, семейный уют По подсказке, папа Он выйдет почесывая затылок с утра В надежде, что пахнет сырниками в доме А вы всю ночь плели вино И он вам говорит Вероничка, а что вы говорите? О кушеньке на завтрак А вы ему Я мечтала безлунной ночью О немыслимом поцелуе Он вам раз в тыкву, понимаете? И все, и опять свадьба расстроится Лариса, будь плохо вести, она ритуальная Она потрясающе готовит Я действительно очень хорошо готовлю Я очень заботливый человек Ну хорошо, все, давайте уже встречаться с женихами Девчонки советуйте Что я могу сказать? Прямо вот как в сказке про мороз Настя там была То есть вот куда ее послали, туда и пошла Зато и искалась, пришла А потом на коняшке прискакала С зумрудами, с бриллиантами Так что мне кажется, что здесь просто будет Кого мы сейчас вот пошлем, к тому и придет Ну, Вероника, конечно, прикольная девушка, но Скромность это ее проблема Скромность проблема? Слушай, чем скромнее, поверьте, тем она будет горячее Мужчина должен стабилизировать вашу жизнь Как только вы поймете, что с человеком непредсказуемо Вы не понимаете, чего от него ждать И что произойдет в следующий момент Это плохо Вам не нужен мужчина-сюрприз Вам нужен мужчина понятный, может быть, даже простой Открываю секрет Миша, сколько вам лет? 64 Поздняя девочка, родили в 40 лет И дули во все места И слово «принцесса» в адрес Вероники было самым грубым И вот вы все эти годы говорили, что она самая лучшая, самая прекрасная Нет, Ларис, не, не, Мишка не так Как ей выйти замуж? Вот если бы вы ставили в угол, истязали бы, выгоняли из дома А требовали что-то, она бы убежала бы из дома на следующий день И любой тот, кто хоть чуть-чуть лучше вас и ласковее, был бы ее любимым мужем А так там раз сбрыкнуло, папка пожалел Дома говорит, доца, доца, ждем тебя Ну было, да Поэтому это проблема поздних детей Где приличные, прекрасные, взрослые папы И все время смотрим на папу с мамой И все время смотрим, как папочка любит и сравниваем Поэтому никто вас такую противную, кроме папы, любить не будет Если будете оставаться, вы такой же противный Это для папочки, краше вас никого нет А для мужчин сегодня вагоны и самолет, и вертолеты каждый день в Москву привозят Молодых, разных, готовых на все Поэтому папка вас будет любить в выходной Легбеж проводили, проводили легбеж А остальное время нужно пахать для того, чтобы мужчину не просто завоевать, а еще и удержать рядом с собой Ну честно, очень обаятельно, и вот главное открыто, и ее глаза, они прям божественны Через несколько минут наша невеста пойдет к первому жениху Не допустите В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Вероника Встречайте первого жениха, удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Здравствуй! Привет, очаровательная! Я уверен, что сегодня вечером мы вместе идем отсюда До свидания! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Держи, вы как крепче! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Андрей, 25 лет, окончил финансовую академию, работает бренд-менеджером в медленной компании и занимается арендой недвижимости Гордится тем, что в школе выигрывал все Олимпиады Мечтает построить торговый центр и сделать все дороги ровными Предупреждает, что хотел бы завести 8 детей Находясь под влиянием психологических тренингов, понял, что отношения с женщинами мешают его личностному росту и расстался с возлюбленным Надеется, что Вероника будет вдохновлять его только на победу АПЛОДИСМЕНТЫ Что за запах такой восхитительный, мальчики? Это восхитительный запах, чтобы удивить вас и в этот весенний день принести капельку прекрасного и порадовать Позвольте, мы вам подарим АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Чудесные букеты О, мальчики, какая прелесть Вы смотрите, какие они пушистые Вы знаете, вы были стакине на столе Цик-цик-цик-цик-цик Что это за курс такие, личностного роста, где запрещает общение с женщинами? Ну, конкретно были, в общем, была компания, где была корпоративная культура, где нам говорили, что с женщинами опасно общаться Но был один нюанс Тот мужчина, 72-х лет, у которого мы учились, который нам пробовал в Москве О, так все понятно Это называется сам не аму другим Если женщина хорошая, она только вдохновляет Вы там познакомились с девушкой на этих курсах? Ну, да, то есть мы там ездили в Ригу Она была в другой компании И им тоже промывали мозги, что надо как бы сублимировать и все в творчество И мне сказали, что конкретно с этой девушкой мне там опасно общаться Рассказали про мои сны, что вот тебе снится, что с ней опасно общаться, все дела И я принял решение ради бизнеса с ней не общаться Андрей, а можно теперь немножко отвлекусь от темы про любовь? Там любви никакой не было, там были одни страхи и зомбирование Скажите, а что вот так молодого симпатичного парня, который учится в университете, значит не дурак Заставляет пойти на какие-то эти курсы? Ну, дело в том, что в 17 лет я был достаточно добрым, и мне это не ралось, что я недостаточно был жесткий Я очень хотел изменить свой характер для бизнеса, чтобы достигать успеха А родители? Что родители? Родители не рассказывали вам, что все придет, Андрюш? Это хорошо, что ты в 17 лет такой добрый мальчик А еще нарастут мозоли, вырастет панцирь, все будет А сейчас ты прекрасен, потому что ты добрый молодой парень А кстати, вот 25 лет, молодец, что решил жениться У нас вот невеста дорогой автомобиль хочет Сама приобрести Какой ты хочешь автомобиль? Да, ты что, уже готов? Что заработать на автомобиле, это не самое дорогое, что есть вообще в Москве Почему вы ни на один вопрос не отвечаете? Даже на безобидный вопрос Андрея, какой бы вы хотели автомобиль, вы не отвечаете? Я сам должен догадаться Почему? Она дает право выбора Нет, дело не в этом, дело в том, что, наверное, мне бы хотелось, чтобы, опять же, мужчина, он смог меня немножко собрать Потому что у меня вот это вот, я как воздушный хариф У вас это невозможно, а потому что не возникнет желания Потому что хочется общаться со зрелой женщиной, а вы женщина зрелая, вам 25 лет, вы даже уже замужем побывали А вы общаетесь, как лялька 4-х летняя Хочу дорогую машину Вас мужчина спрашивает, какую? Ладно, а тогда можно за сколько? А я скажу, какую? Ну, я думаю, что свыше полутора миллионов Смотри, она смотрит и думает, вообще, кто такой? Когда уйдет уже Она пынет, улыбается, на самом деле ей грустно смотреть, кто это пришел Хочется жить с женщиной И ежеминутно Вскрывать самому себе голову Потому что на вопрос Любимая, ты хочешь сегодня сходить со мной поужинать в ресторан? Она вам будет отвечать Знаешь, когда я вчера проходила мимо парка Я увидела маленькую девочку То есть вы про одно, она вам совершенно про другое Не замучает С ума не сойдете, нет? Спасибо, мужчина, возьми ее в руку Ну, как бы, в моей жизни очень часто так и происходит Вот, ну, у меня есть большой опыт с мамой Она у меня классическая женщина Растекается мыслью по древу Поэтому я немножко выработал в себе уже Ой, тогда мне так любопытно еще послушать, как вы будете общаться Пожалуйста, не мешай, Роза Ну, я думаю, мне, наверное, с папой лучше начать общаться Нет, лучше с Вероникой А, с папой потом После телепередачи Вероника, какая у тебя мечта состояться вот в своей работе, в своем бизнесе И это одна, это одна, как бы, скажем так, жизнь, это голограмма И сказать о том, что она есть определенная какая-то мечта У меня такого, пожалуй, нет Вероника, тогда нужно было пойти в программу под названием «Наш сад» Вот там о флористике можно было говорить часа три Там конкурсы всякие Я говорю, что жизнь – это голограмма Это одна из... Это одна часть мечты А вторая мечта – мне хотелось бы встретить мужчину Нормального мужчины Вот, допустим Вот вы, например, все Вот что вы хотите узнать у нормального мужчины, чтобы узнать, нормальный ли он Например, Андрей хотел бы очень много детей Но только почему-то он про это сейчас молчит Вероятно, он это для красного словца говорил Это мне, Ларис, рот заткнуло, понимаешь, сижу, молчу А не вот про ерунду всякую Просто как все было Просто я услышал один раз историю про одного очень богатого человека У него три семьи есть и восемь детей И когда он решает, куда с детьми пойти Там в бассейн, либо в зоопарк Он их выстраивает в ряд И они голосуют Абсолютно демократия Вот, куда большинство решило пойти детей Андрей, вы к чему это сейчас? Про три семьи Про восемь детей Не, мне три семьи не надо Как бы... Ну, от трех до восьми Хорошо, вот вы понимаете, у вас любимая женщина, которая рожает вам восьмого ребенка А он вдруг, он будет Бетховен Да, вы понимаете, на кого в это время похожи женщины? Ну, это от женщины зависит Нет, это зависит от вас Какая должна быть при этом квартира, сколько должно быть помощников по дому и так далее Ребят, вам по 25 лет Офигеть можно Вы что-то разговариваете, как будто это первая группа Яслей Миша, я не права Детский сад Просто детский сад Детский сад 25 лет Пойдемте У меня сын родился в 22 года О чем вы? Я говорю, задавайте друг другу вопросы Где вы будете жить? Где мы будем жить? Дома Прекрасно Давай жить в доме Загорный дом тебя устраивает? Нет, что значит давайте? Это мечты, а мы о реалии Что вы сейчас можете предложить невесте? Как свой образ жизни? Своё жильё? Свои доходы? А, ну да Свои цели? Я просто, простите, забыл, что невеста не в курсе ни о чем Она не знает В двух словах, хорошо Просто, ну, как бы смотрим друг друга уже 5 минут, уже как будто знаем друг друга Значит, у меня такой стиль жизни Я привык жить на природе, я снимаю загорный домик Сейчас хочу переехать на Новую Ригу У меня есть машина, есть работа Сейчас я очень сильно увлекаюсь недвижимостью И у меня работа в мебельной компании В целом я, в принципе, хочу свой бизнес Но сейчас я понимаю, что мне нужно набраться опыта в каких-то крупных компаниях Чтобы было что-то транслировать Перевожу Значит, на сегодняшний день у Андрея нет ничего Он снимает где-то за городом какой-то домик Потому что нет денег на квартиру в Москве Но в мечтах у него жить на Новой Риге Когда-то Когда-то у него в мечтах иметь свой бизнес Поэтому на сегодняшний день голяк Дальше Ну в 25 лет это нормально Аплодисменты Нет, это нормально в 25 лет Не стесняйтесь Не тушуйтесь Дальше Да нет, я уже тушевался 10 раз Я там так волновался Простите Ну да, просто говорят, что нужно Чтобы быть женой генерала Нужно выйти за лейтенанта Как вы насчет этого думаете? Мы согласны, абсолютно согласны Ну вот Мне кажется, даже ведущие пока не очень понимают Что за человек перед ними Какая-то попытка пустить пыль в глаза Думаю, без деволоки тоже не поняли Как бы, ну вот так, по-честному Андрюш, вы хотели что-то у папы спросить? Ну, папа меня оценивает, пока я понимаю Вот Есть ли у папы ружьё на стене? Обязательно быстро Папа охотник Нет Ого, да С солью или без? Это как пожелаете А, это пожелаете По-моему, папе ружьё не нужно Он такой уверенный в себе Что он любого за ружья возил Покажите сюрприз наконец-то Я считаю, что очень важно для мужчины Во все времена иметь хорошую физическую подготовку Поэтому я сейчас приму жим лёжа А ты можешь своей спиной Лечь мне на спину Соответственно, что твоя попа Кажется у меня вот здесь А плечи вот здесь И я продемонстрирую, что Мне несложно как бы Выдержать себя Тебя, нашу семью и вообще всех Не боюсь, что моё тело не выдержит Таких акробатических отсюда Выдержит, выдержит Я тренировался С ней, все, мы помеем Нет, нет, с ней Десять раз без неё я и... Я вот так вот Ну ладно, сиди так Тебе нужно прилечь, прилечь Ляш, с твоей спиной на мою спину Мои лучшие, вот я посмотрю на тебя Давай, давай, давай Ложись, 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 ложись Давай, давай, давай Папа, ну чё встрял-то, а? Ну чё встрял? Тебе понравилось Я тренируюсь Нет, честно Давай, давай, у меня шутка И пусть, и пусть проверка Если он замахнулся Что так будет, значит пусть ложится Стой, стой, стой Как надо Сюда, да? Да Держите Ничего там, нож кладет? Нет Ну гляди, моё дело предложить Я представляю, он сейчас умрёт Я представляю, если у меня килограмм 80 Здесь бы весело Всё, смотри, умирает Ты газету ей, газету Хорошо так Всё Головной, браво Головной, браво Головной, браво Головной, браво Головной, ложись, я уже належалась Нормой? Верена Проверена Роза, как бы мы без тебя справились? Спасибо большое, парни Спасибо просто Роза С первым попавшимся мужчиной Просто Для меня это же как праздник Милая моя, доживёшь до моего возраста Анна, Михаил, как вам жених? Замечательный парень, молодой, перспективный, интересный С чувством юмора Миш Понравился, серьёзный парень Вероника Самостоятельный Ну, мне тоже понравился Почему не стало сжиматься? Я думаю, ну, говорю, либо это хорошее воспитание Либо это эмоциональная зажатость человека Да нет, какое там хорошее воспитание? Посмотри на её лицо Роза Ну, конечно, каждый мужчина заслуживает свою женщину И наоборот Но вы не заслуживаете такого мужчину Мне нравится перспективный, конкретный Живёт уже в хороших условиях Знает, планку себе задал хорошо Не просто снимает, а бы где, в Бутово А дом конкретный Мне нравится Но вы как-то вот Почему? Ваши 25 лет надо просто было Не то, что... Я понимаю, надо приличие придерживать, конечно, надо было Но как-то поддержать молодого человека Он уже и так, и эдак И уж не знает, как это Произвести впечатление А вы сидите, как королевишка Да он и так произвел Нормальное впечатление Не, хорош, козырное Я бы за таким, если бы помоложе была бы Хороший Андрей понравился Он говорил уверенно, быстро И чувствуется, что много курсов посещал Потому что именно там так учат говорить Отвечать на всё легко Не задумываясь Не париться Не мучиться При этом Андрей действительно лихой Серьёзный, но одновременно очень рисковый молодой человек Рисковый до саморазрушительности И перед его женщиной будет стоять всегда задача его удерживать Если вы готовы быть женой опрометчивого человека Который его удерживает каждый шаг Почему нет? Хороший вариант Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время И не пропустите новые знакомства через несколько минут Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» У нас в гостях Вероника Встречайте второго жениха Вероника, это тебе Я хочу узнать тебя поближе Спасибо Александр, 27 лет По специальности технолог изделий из кожи Работает ивент-менеджером в рекламном агентстве Увлекается тренингами личностного роста И гордится тем, что заработал свой первый миллион Предупреждает, что никогда не согласится быть на вторых ролях После нескольких лет гражданского брака Александр понял, что ещё не нагулялся Уверен, что для Вероники он сможет стать хорошим мужем Объясните, пожалуйста Зачем мужчины решаются на брак Если чувствуют, что ещё не нагулялись У меня был гражданский брак И гражданский брак достаточно долго был Соответственно, мы познакомились Мне было 19 и было 18 То есть достаточно, все были молодые И было всё идеально Первые два года просто конфетно-букетный период Мы любили друг друга Обожали, холили, лелеяли Встречались, пылинки с друг другом сдували Пять-шесть дней в неделю виделись Потом так получилось, что у меня умерла мама И я остался, можно сказать, один Мне было 19 И я предложил ей через год Бережи ко мне Соответственно, она согласилась Мы начали жить вместе То есть у нас достаточно быстро Получился гражданский брак И дальше, соответственно, мы начали ездить по заграницам Мы начали путешествовать Начали как-то развиваться Но она больше хотела Концентрироваться на том Чтобы я только с ней общался А мне уже, когда мне стало 24 Мне уже хотелось какой-то Вы выросли Вы выросли Повзрослели Я абсолютно на вашей сейчас стороне Девчонки, если вам не делают предложение Говорят, давай поживем Значит, вы должны понимать Что вот это Давай поживем Может быть, 5, 10, 15 лет И виноваты в этом будете только вы Вот классный мужик Он мне уже нравится Он, конечно, простенький Он без понтов Но он целеустремленный И кое-чего в этой жизни добьется Вот это чувствуется В общем-то, вы безболезненно расстались Она довольно быстро нашла мужчину За которого вышла замуж Не согласен То есть, на самом деле, было очень сложно И мне, и ей Было много слез С наших обоих сторон То есть, мы много прожили вместе Мы много общались Как два родных человека И для того, чтобы расстаться Это был целый у нас Ну, такой экшен, на самом деле По живому рвали, да? Да, да, да Но понимали, что это сделать необходимо Для того, чтобы начать новую жизнь Ну, потому что уже в конце концов Мы начали друг друга злить, выводить, бесить Потому что и понимали, что никто не со своей... Но она сейчас не одна Она ведь быстро нашла Да, она быстро нашла себе новую мужчину Ну, потому что она хотела уже... Вы рады за нее? Да, я рад за нее Скажите, вы общаетесь? Да, мы общаемся Но не то, что прям вот общаемся-общаемся Иногда звоним Но если вас Вероника попросит Когда у вас сложатся отношения, я надеюсь Порвать с прошлым навсегда Пойдете на это? Нет, я не соглашусь Потому что для меня ценно то, что было И я за доверие Чтобы доверять мне Чувствуете виноватым себя все-таки перед ней? Нет, я не чувствую себя виноватым, но это достаточно близкий человек, как сестра Которую я могу... А если... Нет, не как сестра Давайте так Не сестра С сестрой не спят Абхазская народная мудрость Это были отношения Это были страстные Это была любовь Вы были любовниками на протяжении долгого времени А теперь вы расстались У нее есть другой мужчина У вас другая жизнь И той женщине, которая будет с вами Даже если она вам будет говорить Да мне все равно Я вас ни капли не ревну Я тебя любимой не ревну Я тебе доверяю Ее это будет точить Вам как? Ну мне это, наверное, не очень, скажем так Понимаете? Так вот нет ни одной женщины, которая скажет А мне, собственно, все равно Даже я бы хотела с ней познакомиться Я согласен Вы меня спросили, я ответил То есть даже если влюбитесь И будет такое условие Вы готовы пожертвовать новой женщиной Новой большой любовью Ради сохранения сестры в кавычках То есть на данный момент Я сейчас, ну, хорошо отношусь к человеку Хорошо, гипотетически А если, да, будут действительно серьезные чувства И для меня Вероника будет дорога Да, я готов Мне кажется, мне очень красиво Что у него слишком распахнута рубашка Как-то он слишком Чуть-чуть, да, мачо Да, да, такой А что при данном-то у вас? Ну, я не очень люблю распространяться А вы мне расскажите Я буду распространяться, да Ну, у меня две московские квартиры Мне досталось по наследству И достаточно неплохо я живу То есть я успешен Очень хорошо А будем брачный контракт заключать? Я думаю, нет Ну, ладно, пусть они Как бы строятся в жизни Видишь, он уже красный Они могут Слушай, давай загадаем желание Чтобы она зашла к нему, а? Скажите мне, пожалуйста Вот эти самые курсы личностного роста Они вам как-то помогли в жизни Или вас запутали? Я считаю, что помогли Потому что, соответственно, много времени я в своей жизни упустил То есть я не отличался трудолюбием в детстве А я сейчас понимаю, что это сказывается То, как я учился на моей дальнейшей жизни А вот эти курсы, они являются как неким шаттлом Который ускоряет развитие человека Значит, вам повезло Потому что вы вполне себе адекватны И вас очень приятно слушать У вас приятный редкий тембр голоса Вы вдумчивы Вы думаете, прежде чем ответить С вами интересно Спасибо Да А деть когда планируется? Ну, я не хочу прям гадать планировать Не-не, ну вот вам 26 Я, в принципе, уже практически готов То есть мне осталось найти человека С которым мне будет интересно И которому я буду доверять Ну вот женитесь и прямо Может сразу Да, и потом уже в какой-то небольшой перспективе То есть, может быть, там полгода, год А, то есть в планах 35 лет ждать Не-не-не Значит, серьезные намерения Василиса У меня нет ни малейших вопросов Просто ни одного Поэтому очень хочется посмотреть на сюрприз Пойдем Слова могут врать А прикосновения никогда не вырубят Закрой сейчас глаза И 30 секунд мы просто подержимся за руки Почувствуем друг друга телесно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Папа отвернулся через 30 секунд Мне кажется, что прикосновение Вот, в общем-то, ладонями Это еще более-менее приемлемо Нежели тут же прилечь на спину молодому человеку Да-да-да Мне кажется, это вот более эротично было Конечно Причем я только за руки ее держал Я говорю, что это более эротично, чем тот парень Кто-то поднимал ее на руки Сама начала что-то, да, делать? Ну да, конечно Что касаемо вот сейчас вот этой сцены Я могу сказать, что я почувствовала от него некое спокойствие Какое-то вот это вот, ну, наверное, защищенность, которую я ищу И это очень приятное ощущение Да он вас согласнял сидел О чем вы говорите? Как защищенный? Что вы скажете? Единственное, смущает его история предыдущая Что он общается с этой девушкой Поддерживает с ней Да ну, как он сообщается с ней? Она уже вышла замуж И они созваниваются Мне это тоже не нравится Но он обещал, если будет все серьезно Что будет звонить ей тайно От Вероники Что вы скажете, Миш? Как вам? Котик Бархатный животик Бархатный голос Сразу за ручку Вот вы видите, старый лис Все понимаете Что делать? Знаете, вот смехом-смехом, на самом деле Зато опытный, конечно, видно Вот, да я про то А то там, как у меня что-то сидят Там делят, мяукают А потом выясняют, что у них постель, оказывается, проблемы Вот тоже мне молодежь А тут он, глядя, все знает И поручки погладит И ласковым будет Знаете, не все, как говорится, хлебом единым Он, выйдя из своего гражданского брака Посчитал, что ему нужно погулять Вот есть люди, которые погуляют И при этом развращаются А он из тех людей, которые способны ожесточиться При этом у него квадраты солнца с Марсом и Плутоном То есть он в течение жизни будет закаляться С одной стороны, для мужчин это неплохо Но это прибавляет цинизм И я абсолютно уверена, что он не так уж трепетно будет Относиться к вашим чувствам в браке Вы будете знать все и про его общение И поздравления бывшей девушки Я думаю, что могут быть и другие провокативные ситуации По крайней мере, его гороскоп говорит прямую о том, что он хотел бы получать от жизни все время больше Вот есть люди, которым все время градус накала страстей нужно повышать Ты всем понравился Ну, сейчас посмотрим Начиная от папы, заканчивая розой Я не хочу никому нравиться Я не сто баксов То есть если выберут меня, то выберут Если нет, то значит это герой не моего романа Встречайте третьего жениха Привет Меня зовут Роман Сегодня я жених И этот букетик для тебя Роман, 23 года Совладелец интернет-магазина по продаже соковыжимал Основатель тренинг-центра для детей И автор книг для родителей по воспитанию подростков Имеет 35 спортивных медалей в разных видах спорта И грамоту лучшего чтеца в третьем классе Мечтает стать президентом Первая девушка Романа ревновала его к коллегам Вторую отбил его лучший друг Надеется, что Вероника составит ему достойную компанию Роза Каме Во-первых, я хотел бы представить своих друзей Со мной сегодня моя сестра Валерия И друг и партнер Руслан А эти розы, конечно же, для ведущих Спасибо Вам 23 года Есть дети? Нет, детей пока нет Кроме моих воспитанников, конечно А как не имея детей, вы пишете книги С советами по воспитанию детей? Да, это очень хороший, правильный вопрос Я как бы отвечу, ну, немножко вопросом на вопрос А потом объясню, а сколько вот у вас детей? Двое У меня дочь Двое Ну, я это к тому, что в среднем В средней семье сейчас Ну, два, максимум три, ну, четыре ребенка Да Мы за четыре года нашей работы Мы уже через нашу программу Прошли более трехсот ребят С которыми мы отработали Которые получили результаты Какое вы имеете на это право? Вы 23-летний юноша У него образование есть Есть образование у вас? Образование именно психологического Вы работаете с бытовой техникой Какое вы право имеете Брать детей И зарабатывать деньги? Это же не бесплатные у вас курсы? Вы сейчас немножко предвзято Конечно, предвзято Потому что у меня есть дети, а у вас нет И вот как только бы я узнала Что моя дочь пошла в какому-то роману 23-летнему на курсы Где он будет обещать пятое и десятое Но сначала бы я одна пришла А потом бы пришла не одна Чего вообще он занимается? Что первое, что вот это Вот все вокруг да около Нет, сказали Я торгую там Да даже не то, что сказали А они молодые Мой ответ очень простой Мы видим глаза тех ребят, которые к нам приходят Мы видим результаты ребят Хорошо, давайте теперь Самое важное Самое важное Мы видим глаза родителей Которые готовы отдать нам своих детей И которые сами к нам приходят на тренинги И говорят, что это то, чего им не хватало Ромочка, а вы свои когда хотите детишек? В ближайшее время я готов Ну как, жизнь прям сразу Ну да А у вас был уже, да, любовный опыт? Ну, я могу рассказать истории, да, которые Значит, во-первых, первая история Это мы познакомились как раз на одной из школы актива Которую мы проводили для студентов Я много провожу мероприятий Она была первокурсницей На самом деле она меня поразила своей, ну, какой-то душевностью Что ли, такими открытыми глазами Мне это очень понравилось Но меня смущала, конечно, немножко вот эта разница И это сразу было видно Что вот я вроде как наставник, да То есть я вот такой учитель А сколько он был лет? Мне было, получается, ну, то есть два года назад Мне было 20 21, а ей? 21, ей было 17 То есть она на первом курсе училась А вот роль наставника в чем? Роль наставника, что я там организовывал эту школу актива Это была окружная школа актива Ну хорошо, это ваше свободное время А в личных отношениях ваше наставничество в чем проявлялось? Оно ни в чем изначально не проявлялось Это просто социальный вот такой вот Какое-то изначально было неравенство Но потом Вы абсолютно социально были равны Вы были молодым пацаном И она была молодой девчонкой Вы социально были абсолютно равны Вот мы с вами социально не равны А с ней вы были равны Это не стало проблемой какой-то А нет, а тогда что стало проблемой в отношениях? А проблемой в отношениях стало, что мы с ней познакомились У нас все было замечательно, мы дарили друг другу подарки, получали эмоции. Самое важное в отношениях, я считаю, это взаимообмен, который, ну, то есть подпитка энергетическая друг друга. Почему не остались? В какой-то момент вот этот круг, вот эта подпитка энергетическая, она, к сожалению, прервалась. То есть получилось, что она, девушка, требовала больше внимания, и если я это внимания не давал, она могла, как бы, незначительные какие-то такие, ну, с ее стороны мои какие-то косяки воспринимать слишком серьезно и придавать этому много значения. А почему вы и не додавали внимания? Знаете, хорошо, легче всего осчастливить всех детей, всех подростков. А вот одному человеку рядом, девушке, которую любите, которая влюблена в вас, знаете, это уже работа, это уже как-то нужно пораньше встать, позднее лечь. Да, выглядит он как детственник, конечно. Вот это румянец на щека и пушок, наверное, верхней губой. Как вам, молодой человек? Видите его в своей семье? Вот для вас это работа, например? Ну, не Макаренко, но это же очевидно, что сидит не Макаренко, хотя Макаренко был в вашем возрасте, когда он собирал беспризорника. Для того, чтобы оценить какую-то работу, требуется увидеть результат в первую очередь. Ну, мы говорим сейчас... Для того, чтобы сорвать красную помидорку, нужно сначала бросить в землю семечку, а потом ее выращивать все лето, понимаете? Поэтому, все это теория. Но зато образование есть. По основному образованию я управленец. У меня есть свой бизнес, у меня есть сотрудники, которым я плачу зарплату. А сюрприз есть, который вы подготовили для Веронии? Конечно, есть сюрприз. Давайте посмотрим. Смотри, все очень просто. Ты должна стоять здесь, да? Я сейчас буду тебе показывать простые движения, ну, то есть руками, ногами, да? И ты должна будешь их повторять, да? Это первое. Второе, Руслан тебе будет задавать такие же простые вопросы, да? Ну, то есть вопросы, не связанные ни с чем заумным. Обычные вопросы, например, там, какое у тебя домашнее животное? Или что-то из этой серии. Хорошо? Вот. Это все будет происходить одну минуту, и Лера будет просто записывать, сколько раз ты ошиблась в движениях или сколько раз ты ошиблась в вопросах. Ничего, не пугайся, постарайся быть собой. Это сейчас будет очень весело. Ну, я уверен, ты справишься. Ну что ж, вы готовы? Да. Ты готова? Да. Отлично. Ну что ж, поехали. Сколько стоит килограмм картошки? Тридцать восемь. Чем можно девушке открутить лампочку? Луками. Сколько лап у кенгуру? Бен. Сколько часов лететь до Египта? Не знаю. Какого цвета слон? Серого. Как бы ты назвала попугая? Гоша. Когда день рождения у твоего папы? Тридцатого января. Твой любимый художник? Малевич. Как зовут твоё домашнее животное? Тима. Во сколько раз ты первый раз поцеловалась? Недавно. Во сколько лет? Недавно. А как звали твою первую учительницу? Маруся. Сколько долек у мандарина? Пятнадцать. Где ты хочешь отпраздновать свадьбу? Я где угодно. Спасибо. Спасибо. Ты отлично справилась. Я рад, что на твоём лице улыбка. Надеюсь, тебе понравилось. А вот этот презент для тебя. Спасибо. Честно говоря, так это клоуна, да? Ну, зато он с ней отжался мысленно. Отлично. Отец посмотрел и сказал, как можно выдавать замуж за клоуна. Что вы скажете? Анна. Я думаю, что весёлый, забавный парень, но мне кажется, ему нужно поднабраться опыта ещё. Поэтому я бы не посоветовала. Бредовая идея воспитания детей на таком уровне – это утопия. В медицине есть такое понятие – не навреди, правда? Ну, я ветеринарный врач, поэтому смотрю на человека. Не навреди, не нужно. Оставьте наших детей в покое, пожалуйста. Оставьте. Для этого есть огромная армия профессиональных людей. В крайнем случае, можно с ними во дворе погонять в футбол. Ну, и в итоге-то нравится невеста или как? Да, она мне понравилась, но я думаю, к сожалению, мы пока не нашли общий язык вот именно из-за этого конфликта. Перед каждым человеком рано или поздно в любой сфере становится вопрос – тварь ли я дрожащей или правоимею? Вот тот факт, что этот молодой человек, не имея образования, не имея опыта, три года назад, еще в 20 лет, понял, что он не тварь дрожащая, а он имеет право почему-то учить детей. С какой радостью он это понял, правда, я не понимаю. Вот тот сам факт, что он себе разрешил, что он себе позволил, говорит о его крайней самоуверенности. И я думаю, что для личных отношений эта самоуверенность тоже может выйти весьма боком. Но мы уже через несколько минут узнаем, в чью дверь постучится наша невеста. Оставайтесь с нами. Чего, никто нравится тебе? Ну, никто не нравится. Первый интересненький. Он неплох, но я чувствую в нем какую-то, не знаю, агрессию, что ли. И к тому же он с Марком похож. Второй такой котик. Да, котик. Смотрите, вот тут диагноз к психиатру самому надо идти. Ну, в общем, вот так. Ты еще не готова к семейной жизни, я понял. Друзья мои, мы познакомились с тремя женихами, выбрать нужно одного, поэтому я жду ваших советов. Думаю, Андрей, он более лег в общении, я думаю, они как-то приглянулись друг к другу. Можно попробовать пообщаться, по крайней мере. Михаил? Ну, более-менее это Андрей. Ближе как-то так. А я вас вижу, например, с Александром, если бы не этот дебильный с руками там акт, эротический, то, в общем-то, почему бы и нет взрослой, 27 лет. Девушка понравилась? Ну да, классная. Вы, девушка, немножечко странная, конечно, такая в параллельном измерении существующая. Скажу по-простому. Мне кажется, что Андрюша проявил больше внимания с точки зрения того, что вы значимы для него. Understand? Вот, поэтому к Андрюше. Тем более я его там и на ощупь проверила. А вы хотели такого, да, худощавого? Да. Андрюша. Вероника не твой вариант, да? Я понимаю, что она придет сюда и выберет тебя, да? Но на нее не надо тратить ни время, ни энергию свою. Я скажу. Я тебе точно говорю. I'm sorry, girl. You are not my kind of music. Отношений идеальных не бывает, идеальной совместимости не бывает тоже. Люди все равно вынуждены работать друг на другом и над отношениями. Но какие-то зацепки, которые помогут вам самой собраться, безусловно, есть с Андреем. Поэтому я рекомендую его. Единственное, что не забывайте, это мужчина, которого вам придется контролировать. Не он вас будет контролировать, а вам придется каким-то образом отслеживать его деятельность и пытаться сделать его жизнь безопаснее. Несколько шагов вас разделяет от, может быть, счастья в перспективе. Либо пустота. Это тогда вот та дверь на какое-то время. Поэтому мы вас в любом случае поддержим. Доходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Наталья, 25 лет, номер 3097. Студентка театрального училища, занимается танцами, поет и помогает бездомным животным. Предупреждает о том, что она очень ранима и часто переживает по пустякам. Ищет высокого творческого мужчину, который поможет ей развиться в карьере. Ксения, 36 лет, номер 3098. Директор праздничного агентства. Участвует в творческих конкурсах, занимается художественной росписью и декорированием. Познакомится с высоким мужчиной худощавого телосложения, который всегда выполняет свои обещания. Мы не знаем, видит Вероника одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Несколько мне было с тобой приятно, но мне не хотелось бы тебя огорчать в будущем, потому что есть небольшой опыт общения. И мне очень больно, когда я огорчал девушек, с которыми мы начали встречаться, но я понимал, что мы расстанемся. Это очень хороший, достойный момент, то, что ты сейчас делаешь. Спасибо тебе, Лидия Гарри. И вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся, удачи. Это у меня четвертый муж, у меня же были между ними промежутки, а где вы были? Почему я в ваши сети не попала ни разу? Я женщина, потому что больше, чем мужчина. Когда любишь, мозг молчит. Это была Понаровская. И у вас недавно родился ребеночек. И где же ребенок от той страсти? Сколько лет, с другим ищу тепло. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»